Сегодня расскажу о лучшем средстве, которое избавит от зубного камня и защитит от его появления. Что такое зубной камень? Это такие желтоватые, твёрдые образования из кальция на внутренней поверхности зубов. Из-за него могут воспалиться дёсны и появиться неприятный запах изо рта. При ближайшем рассмотрении оказывается, что зубной камень — это колония бактерий внутри некой слизи, которая покрывается кальцием. Это способ выживания микроорганизмов в природе. Более 95% бактерий в природе выживают в биоплёнках. Если вы пойдёте в лес, найдёте там ручей и достанете какой-нибудь камень из воды, вы увидите, что он покрыт тонким слоем слизи. Это и есть биоплёнки. Даже в бассейне, если там недостаточно хлорки или её натуральных заменителей, определённых солей, дно со временем покрывается слизью. Биоплёнки — это не только бактерии. Там есть немного грибов, дрожжей и кандиды. И они не на кето-диете. Другими словами, они любят углеводы. Они ферментируют углеводы во рту. А затем выделяют молочную кислоту, создавая в полость рта кислую среду. А кислота уже способна разъедать кальций и разрушать зубы, вызывая кариес и повышая износ зубов. Я расскажу вам о лучшей зубной пасте от зубного камня, которую можно сделать дома. Получается очень недорого, но эффективно и натурально. Когда изучали мумии древних египтян в гробницах, то заметили, что с зубами у них было неважно. Проблем было много. Вероятно, причина этого — много пива и хлеба в рационе, а это идеальная пища для бактерий во рту. Зубная паста, которую они применяли, состояла из золы от валових копыт, жёной яичной скорлупы и вулканического пепла. Неплохая смесь, но, пожалуй, слишком абразивная. У древних греков был другой рецепт зубной пасты. Её делали из жёной яичной скорлупы и порошка талька. Талька — это некая смесь магния и кремния. Туда также добавляли соль и мёд. Кремляне использовали дроблённые кости, ракушки устриц, древесный уголь и немного коры. На мой взгляд, это слишком абразивная формула. Она может повышать износ зубов. Моя же формула совсем не абразивная. Возьмите масло гвоздики, масло перечной мяты или масло корицы, либо куркуму в порошке. В небольшой контейнер добавьте три капли одного из масел, либо щепотку куркумы, если выбрали её. Далее в этот контейнер нужно добавить перекись водорода, всего четверть чайной ложки. Это 1,25 мл. Особенность перекиси водорода в том, что тело само её производит, чтобы убивать бактерии и другие микробы. Так что это не что-то незнакомое для тела. Перекись водорода — сильное антимикробное средство. Она подавляет биоплёнки. Следующий ингредиент — пищевая сода. Вы, наверное, думаете, что сода слишком грубая и агрессивная. Но на самом деле у неё очень низкая абразивность, то есть, по сути, абразивные свойства. Существует так называемый индекс абразивности, или относительная стираемость дентина, вещества под эмалью зубов. RDA — индекс абразивности. Это своего рода рейтинговая система, которая показывает, как сильно что-то может разрушать зубы. И по этой шкале индекс пищевой соды равен 7. А у обычной зубной пасты он где-то от 70 до 250. Так что пищевая сода не будет стачивать ваши зубы. Пищевая сода — это бикарбонат натрия. Она добавляет щёлочи, взаимодействует с кислотами и помогает их нейтрализовать. И это тоже вещество, которое тело само создаёт, чтобы компенсировать действие некоторых кислот. Так что и перекись водорода, и бикарбонат натрия — это вещества, которые производит тело. Берите четверть чайной ложки пищевой соды. Затем добавьте либо необработанный мёд, либо мёд манука. Всего четверть чайной ложки. Много не надо. Главное — необработанный, потому что обработка убивает то, что борется с биоплёнками. В необработанном мёде есть и перекись водорода. В мёде манука перекиси водорода нет, но есть другие вещи, которых мало в обычном необработанном мёде, но которые нужны в нашем случае. Затем добавьте полстакана воды, это 120 мл. Хорошо всё перемешайте, и можете чистить этим зубы, зубной щёткой с мягкой щетиной. Так вы сохраните свои зубы и уничтожите плёнку, которая становится зубным камнем. Делайте это дважды в день. Есть также исследование о любопытном свойстве витамина К2. Он тоже может помешать образованию зубного камня. Оценки несколько неоднозначные, но я слышал отзывы многих людей, которые клянутся, что когда они принимают К2, их зубы становятся гладкими с внутренней стороны. Задача витамина К2 — перемещать кальций из мягких тканей в кости. И поскольку витамин К2 — это нечто новое и важное, думаю, вам стоит узнать о нём побольше, посмотрев вот это видео. Субтитры сделал DimaTorzok